Привет, дорогой зритель Универ ТВ! Самыми интересными событиями студенческой жизни и не только познакомлю тебя я, Анна Глазнова. В эфире Универ Ньюс и мы начинаем. Казанский федеральный университет встречает у себя важных гостей. Университет посетили представители Министерства культуры. А вот какой именно страны ты узнаешь в сюжете Олега Кашина. 22 ноября Казанский федеральный университет в своих стенах принял делегацию из Федеративной Республики Германия. С рабочим визитом университет посетили представители Министерства культуры и науки федеративной земли Северной Рейн-Вестфалия. Встречу проводил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Во время переговоров стороны затронули важную тему и обсудили перспективы развития стратегических академических единиц и перспективы развития Казанского федерального университета. Важно отметить, что гости были приятно удивлены количеством учащихся иностранцев в университете. Сейчас их число более пяти тысяч. А в конце встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Наля Кашин, Ленар Довлетиаров, Универньюс. Сейчас телепроекты гонятся за аудиторией и за просмотрами. На Ютюбе происходит то же самое. И это неизбежно. По этому поводу 22 ноября на базе Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось ток-шоу на тему битвы телевидения и Ютюб. Смотрим. 22 ноября в рамках дня телевидения в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось ток-шоу «Кризис телевидения» или «Новые возможности телесмотрения. Битва телевизора с Ютубом». Есть кризис телевидения, да, но кризис именно информационного телевидения, новостного, журналистского, как мы его можем назвать. А в этом плане оно не конкурирует с Ютубом. Главный конкурент телевидения новостного – это просто интернет вообще в целом. Федеральным телеканалам уже давно на пятки наступает интернет. Так, например, на Ютуб-канале первого подписчиков меньше, чем у средненького блогера, всего лишь 922 тысячи. Раньше телевидение – это было условно какое-то окно в мир для абсолютного большинства граждан. Появился интернет, и этих форточек стало просто невозможно. Многие каналы Ютуб пытаются равняться на телевидении. Русский Ютуб отстал от Запада примерно на 5 лет. Сейчас там тотальная интеграция. На Ютуб выходят телевизионные вечерние шоу. Телеканалы будут уходить и уже уходят туда, где их любят. При этом это не всегда дублирование контента, это часто тот контент, который привязан к той или иной площадке. В Ютубе это один контент, в Твиттере это другой контент и так далее. Единственная проблема – это именно цензура. Если ее не будет, то все остальное с телевизором будет прекрасно. Потому что всевозможная техническая платформа настолько позволяет делать совершенно потрясающие крутые вещи, что в технологическом плане телевидение шагнуло вперед. Мы мыслим категориями, ставим ярлыки. Есть Ютуб, есть ТВ, есть театр. На самом деле это неправильное отношение. Ютуб – это всего лишь площадка, как театральная сцена. Любой может на ней показать то, что умеет. Стать актером, режиссером, кем-то еще. Ты можешь тренироваться ежедневно, получать опыт и стать популярным, если это твоя цель. Диана Шилова, Владислав Мехневский, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялся круглый стол социальных изменений в России за период с 1917 по 2017 год. Участники конференции обсудили различные социальные и экономические проблемы за последние сто лет. Подробнее в сюжете Артема Топичкина. На мероприятии собрались преподаватели Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технологического университета и других вузов столицы Татарстана. Круглый стол социальных изменений в России за период с 1917 по 2017 год посвящен столетию Великой Октябрьской революции. На нем были разобраны главные вопросы общества за последние сто лет. Каждое такое событие никогда не оценивается однозначно ни обществом, ни специалистами. Но, наверное, совсем не лишнее, пусть даже спустя сто лет, в таком кругу обменяться мнениями относительно тех вопросов, которые сто лет уже пытают и питают сознание россиян. Мероприятие направлено на изучение социальных проблем и поиск пути их решений. Изучение проблем в будущем может помочь не повторять ошибок и вырабатывать дальнейшие пути развития. Хотелось бы, чтобы это обсуждение вашего действительно заложили влады, и мы могли потом использовать его для выработки дальнейшей политики, как у нас в республике, так и у нас в стране. Потому что я считаю, что ученые Казани, вузов в России Татарстан, это очень такой высокий уровень. За время мероприятия были обсуждены вопросы изменения мышления граждан за сто лет, различия в социальной политике Российской Федерации и СССР и многие другие. Ориентация преподавания идет в сторону повторения, к сожалению, очень часто того, что наработано на Западе, игнорируя особенности нашей цивилизации, особенности остальных синих цивилизаций, остальных шести цивилизаций, которые в мире существуют. Но и таким образом даже неустранимые противоречия, которые существуют в политологии, сохраняются, повторяются и у нас, хотя нас это касается в первую очередь. Также эксперты обсудили вопрос влияния глобализации на Россию и на общественные процессы внутри государства. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Москве на Втором Всероссийском Конгрессе молодежных медиа собрались руководители российских студенческих СМИ и эксперты мультимедиа. Пообщаться с ведущими профессионалами в сфере журналистики, посетить практические занятия в редакциях ведущих федеральных СМИ смогла команда «Универтовая». Подробности с этого мероприятия смотри в сюжете. Самые талантливые руководители и активисты студенческих медиа-центров УЗОВ России и молодежных СМИ собрались в Москве на одной площадке. Их объединил Второй Всероссийский Конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения. Наш телеканал не смог остаться в стороне. Команда «Универтв» приняла активное участие в этом масштабном мероприятии. В здании МГУ имени Ломоносова, подключите журналистики, прошло все открытие. На открытии присутствовали известные медиа-специалисты. Напомню, на этот конгресс съехались ребята со всей России. Масконгресс дает возможность узнать последние тренды в сфере медиа от профессионалов, обменяться опытом с коллегами и освоить механизмы продвижения молодежных медиапроектов. А также посетить мастер-классы и пообщаться с такими известными людьми, как заместителем председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Петром Толстым, заместителем главного редактора телеканала «Россия-24» Дмитрием Кулистиковым и многими другими. Все мастер-классы проходят в прошлом году в Международном мультимедийном центре России сегодня. Для участников конгресса проходят мастер-классы, творческие встречи с профессионалами ведущих СМИ, представителями ведомств сферы образования и молодежной политики. В рамках маст-конгресса журналисты посещают практические занятия в редакциях ведущих федеральных СМИ. Участники маст-конгресса размышляют на различные темы и пытаются найти ответ на вопрос, как в современном мире молодому медийщику создавать и продвигать качественный контент. Обсудили фишки какие-то, которые работают в одном регионе, но, может быть, не работают в другом. Интересы, так скажем, даже сумели понять самую популярную тему всех молодежных форумов, всех молодежных мероприятий – это журналистское образование. Учиться или не самоучиться, можно всего достичь. По традиции на Всероссийском конгрессе молодежных медиа проходит награждение лучших медиа-центров среди вузов России. В номинации «Лучший студенческий телеканал» приз взял медиа-центр Казанского федерального университета «Универтовы». Участники мероприятий – руководители российских студенческих СМИ и эксперты в сфере мультимедиа. На втором Всероссийском конгрессе молодежных медиа присутствуют 60 регионов из 110 вузов России. Мы постарались охватить максимальное количество медиа-центров в России, чтобы представить здесь карту, на каком же уровне сейчас находится молодежный медиа. Мы хотим в третьей сделать еще больше, еще интереснее, пригласить туда еще больше спикеров, чтобы третий конгресс был уже по-настоящему не только российский, но и международный. Каждый телеканал общается со спикерами, организаторами, участниками и собирает весь необходимый материал для освещения этого события. Здесь все сделано для комфортной и плодотворной работы медийщиков. Анна Глазунова, Радик Загидуллин, Роман Полинсков, Универньюз. На этом наш выпуск подходит к концу. Пусть каждый ваш день будет наполнен яркими и интересными новостями. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok